САМАРОВСКИЙ ЧУГАС Экологическая тропа протяженностью 950 метров, около километра, на которой у нас расположен мост, две лестницы, где-то около 400 метров деревянного пешеходного настила, ну и остальные элементы. В последние годы люди стали использовать это место как зону отдыха, но, как известно, любишь отдыхать, люби и за собой убирать. Чаще всего после майских праздников здесь остаются непотушенный огонь и мусор, а растущие вокруг деревья нередко служат материалом для разведения костра. Вот здесь вот мы видим кедр, которому ориентировочно около 300 лет, обожженный людьми, современными, homo sapiens, так скажем, да, вот он простоял столько лет, и только вот мы смогли сделать с ним вот такое. Скорее всего, тут и следы от топора для костра, ожоги, скорее всего, возможно, он в скором будущем погибнет. Штрафов за такие действия пока нет, но сотрудники природного парка «Самаровский чугас» всерьез обеспокоены общим состоянием этого места и уже думают о возобновлении так называемого «зеленого патруля», который поможет поймать за руку нарушителей. Именно обилие кедров также послужило местом установки тропы именно здесь. Запах этого дерева благоприятно влияет на общее состояние здоровья человека. И кто, как не врачи, могут оказаться случайными прохожими на этой дороге? Друзья мои, побольше проводите время на свежем воздухе. Если есть возможность это время провести в лесу, с семьей, с друзьями, с близкими людьми, этим надо пользоваться. Почему? Потому что вы будете здоровы. Экологическую тропу многие путают с той, в которую она плавно переходит, в спортивную, или, как местные жители привыкли ее называть, тропу здоровья. Так ее назвали 17 лет назад. В то время она была очень популярной, и жители близлежащих домов приходили сюда позаниматься спортом. Это единственная тропа здоровья, которая у нас существует, стоит на балансе в Самарасском Чугасе. Потому что там стоят спортивные элементы различные, в том числе и качели есть, турники, шведская стенка, бревно, жим, штанга, все такое. И достаточно дорогостоящие были там элементы. Но и здесь не обошлось без вреда от руки человека. Вместо большого выбора тренажеров, ржавой перекладины, сгнившие доски. От штанги одно название. Поляна нуждается в ремонте, отмечают сотрудники природного парка. А люди в лекциях о том, что нужно беречь природу. Редактор субтитров А.Семкин